Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! И у нас продолжается 22-я ферма. И я, друзья, заранее извиняюсь, во-первых, что долго не было роликов, на то есть свои причины. И за свой, скажем так, унылый голос, потому что дерьмо, короче, случается. И значится, еще раз всех с наступившим Новым Годом. И вот эту елку, наверное, имеет смысл уже снести, потому что... Ну что она здесь стоит, правильно? Продать. Все, она нам нахрен не нужна. 46 евро, классно. Значит, что у нас произошло с момента последнего ролика? Произошло много чего. Во-первых, было два стрима. На них мы собрали урожай овса. У нас все поля наши были... А, нет, наверное, что-то я путаю. Потому что у нас появилось, во-первых, еще одно поле. Да, мы продали весь урожай, купили себе еще вот это вот поле большое. А также, друзья, мы купили себе завод. Да, пекарню мы себе купили, которая будет из муки делать булочки. Я сразу же поставил вот здесь вот на распределение... На выходе мука, которая получается, она идет на распределение. То есть она сразу же будет попадать на пекарню. После чего вот эти вот все поля, опять-таки вообще абсолютно все, мы засеяли овсом. И этот весь овес тоже на стриме мы собрали. Почти весь. Его получилось 89 кубов со всех полей. Короче, овес довольно выгодная херня, особенно если делать чисто на муку. Особенно если вы играете без сезонов, потому что овес довольно быстро растет в сравнении с пшеницей. На выходе его получается чуть меньше, но если мы посмотрим пропорции, в которых получается мука у нас здесь. Овна с тремя посчитали. Один к одному, в общем-то, получается на выходе муку, если делать. То есть 150 овса делает 188 муки, а 150 пшеницы делает 120 муки. Я, в общем-то, к тому, что без разницы, что выращивать. Пшениц получится больше, но муки на выходе получится ровно столько же. В общем-то, вот такая вот штука. В итоге мы собрали весь овес, и после этого я засеял все поля травой. До следующего посева, я думаю, что, может быть, имеет смысл все вот это дело покосить. Я не знаю, носилось, потому что травы здесь будут дохренища прям. Делать все равно нечего, посмотрим. Также салатик у нас есть, 99 кубов, ну пускай, в общем-то, копится. Есть всего 5000 денег, это не очень много. А, да, и я отвез вот эти 89 кубов, которые мы собрали, отвез на овес мука. В общем-то, надо запустить это производство, пускай она работает. А так изменений вроде как больше никаких нету. Можно мотать время, идти спать. Черт, вот это поле почему-то не засеялось. То ли я забыл, то ли еще какая-то причина. Короче, травка у нас зашла. Это же поле я засеял, это поле я засеял, тут где-то криво, но ладно. По производству, мука у нас распределяется, тут все хорошо. Вот пекарня не работает. Почему я ее не включил, не знаю. Короче, включаем пекарню. Пекарня работает в два раза медленнее, чем овес мука. Ну ладно, еще сутки, в общем-то, можно тогда поспать. Единственное, давайте еще глянем, что у нас по теплицам. По теплицам все нормально, можно еще спать. Еще один день прошел. Трава чуть-чуть подросла. Урожай созрел, но вроде как можно, типа, ее еще чуть-чуть подрастить, если можно так выразиться. И ее будет в два раза больше. Поэтому мы еще сутки подождем. Или не в два, там, ну, больше, короче, будет. Поэтому мы подождем. Также по теплицам у нас все норм. Еще один день можно спокойно даже воду не добавлять туда по производствам. 55 кубов осталось у нас овса на переработке. А также пекарня уже делает нам хлебушек, насколько я понимаю. Надо туда сгонять, посмотреть, может быть, это двинуть поддоны. Еще у нас здесь трактор в поле стоит. У него топляк закончился. Сейчас топляк появился после перезапуска игры, поэтому все нормально. Ладно, я с ним потом разберусь. Еще хороший вопрос, где наша пекарня? Потому что я уже забыл нахрен. А вот она, она близко, кстати, находится. Э, что там орет-то? Э, что орет, мне не нравится. Так, пекарня, расскажи мне, где мои булки? Вот наши булки. И что, это все? Как-то прям их тут мало. Ну, триггер большой, мне это нравится. Он за сутки всего два поддона сделал? Это как-то прям мало. Не булки-то хлебушек. Но да, как бы, больше нету. Циклы в месяц 48. То есть он сейчас не в час делает циклы, а в месяц. Может быть, опять какая-то обнова вышла? Я, честно говоря, может быть, это даже пропустил. Хотя, с другой стороны, салат производится примерно с той же интенсивностью. Ну ладно, погнали тогда еще денечек поспим и посмотрим, что к чему. И как бы, судя по звукам, идет дождь. А судя по кар... А, не, идет. Увидел я. Плохо видно просто. Давайте, наверное, еще час поспим. А то сумерки. Не очень люблю такой октябрь. Уже, знаете, цветает поздновато. Вот. Травка наша, кстати, выросла полностью. Я поля не удобрял, потому что было просто лень. И времени на это не было. Одно поле я таки забыл. Что у нас по производству? Мука перерабатывается тут все хорошо. Хлеб, судя по тому, сколько муки у нас на хранилище, хлеб что-то как-то не сильно-то и делается. Реально, 4 поддона всего стоит. Прям очень медленное производство. Оно не в 2 раза меньше. А, ну еще количество циклов, да. В 20, но в 6 раз меньше получается. В 6 раз медленнее. Но все равно тут как будто его и не делается толком. Ну ладно, пускай вырабатывается. Мы пока никуда не торопимся. У нас созрела трава, соответственно, нам нужно ее скосить. Это будет довольно длительный процесс. После чего надо будет ее заволковать. И я хочу ее на сила спустить. Я надеюсь, что его можно будет просто так продать. Без всяких приколов. Правда, у нас нет денег, чтобы купить что-то нормальное из техники. Поэтому будем в аренду брать. И, возможно, придется еще и кредит брать. Также надо будет потом заполнить теплицы. С другой стороны, можно посмотреть сейчас на ценники. Ценники сейчас не самые прекрасные на салат, поэтому... Ладно, в январе будут самые высокие, да? Да. На булке в декабре самый высокий ценник. Это странно. Булки вообще каждый день пользуются спросом. Это же булки. Ну ладно, о булках потом. Давайте, во-первых, мотнем немножко времени, чтобы закончился дождь. Потому что мне не нравится, когда идет дождь. Это раз. Только я смотрю, она вообще не собирается заканчиваться. Во. Вот так-то получше. Возвращаемся в исходное положение. Сейчас, по сути дела, нужно скосить всю вот эту нашу траву. Это, блин, очень до хрена у меня времени займет. Арендовать. Пишут, что у вас не хватает денег. Но я даже не знаю, сколько денег у меня должно быть, чтобы арендовать. Вот это тупо сделано. Хотя я бы эту штуку, может быть, даже и купил бы. Ладно, давайте возьмем кредит. Я думаю, 80 тысяч прям по горло хватит. Вот эту штуку в аренду 19 тысяч, мать его, стоит в аренду взять. Плюс еще по 8 тысяч за час будет. Ну ладно, она нам надо. Мы ее берем в аренду. Также сразу же берем тюкалку. Странно, что нету тех тюкалок, которые раньше были в DLC-хах. Это меня прям удивляет. Ну ладно. Короче, вот такой вот петтингер. Возьмем вот такой. Он с обмотчиком сразу же идет. Мы его тоже берем в аренду. Еще 5 тысяч. Сейчас с помощью вот этой вот всей катафонии поедем косить наши все участки. Оно же должно так работать. Раньше работало, в этой ферме я еще не пробовал. Что, серьезно, ты не цепляешься. Да ладно. Черт. Понимаете, что это не круто. Я понимаю вал отбора мощности, все дела, но раньше-то это работало. Вот же дряньство. Ладно, тогда сначала отдельно косим, а потом отдельно тюкуем. Хотя хотелось бы, конечно, сделать это все в один заход. Я, наверное, сильно жадничать не буду. Я прекрасно понимаю, что здесь много травы останется. Территория большая, так или иначе. Только трактор этот все-таки надо отогнать. Стой пока здесь, никуда не уходи. Поехали покосим еще раз. Почему еще раз, не знаю. Оно теоретически должно сейчас в один волок все вот это вот сгружать. И оно так и делает. Ну а потом мы это все дело затюкуем. Короче, погнал я это все дело тогда косить. Места я оставляю много, жадничать я не сильно. Хочу, хочу, чтобы все это потом аккуратно выглядело. Хе-хе-хе. Ну вот это поле у нас вроде как уже полностью скошено. И относительно быстро это получилось. Большие я пока не трогал. Давайте мы провернем сейчас все с маленьким полем. Весь цикл работ сделаем. Посмотрим, что из этого выйдет. Как раз у нас здесь есть трактор. Отцепим от него чизель. Поедем заправим трактор наконец-таки. То он уже давно сухой стоит. Вроде как ему должно хватить мощей на эту тюкалку. И вообще работа-то конечно такая. То есть то, что я сегодня занимаюсь, чем это лучше бы на стрим. Но простите, у меня ни здоровья, ни настроения стримить вообще нет. Цепляем тюкалку. Разворачивать ее не надо. Ее нужно просто включить и опустить. Аж две оси. Мощная хреновина. По крайней мере выглядит она мощно. Можно было бы еще эти силосные добавки, короче, какие-то там добавить, купить. Но я решил, что обойдемся. Вот. И погнали собирать скошенную травку. Я ж надеюсь, ты умеешь обматывать, да? Еще я надеюсь, тебе не надо будет останавливаться. Ты сам будешь перекидывать. Потому что был такой фастбейл, классный птюковщик. Охренушки. Понятно. Френ, он модовый за стопудово есть. Я прямо уверен в этом. Ставить моды мне прямо впадло. Ну и что, ты сам не будешь выгружаться, да? Надо все вручную делать. Мне это не нравится, если честно. Блин, ну придется. Или, блин, поставить эту модовую херню, которая сама все делает. Вот черт, а. Я как бы за это уже денег отдал, но деньги-то... Сами понимаете, время – деньги, да. Ладно. За ним даже далеко ходить не надо, потому что он есть в модхабе. По-моему, это вот эта тюкалка была у нас раньше в 19-й ферме. 22 мегабайта всего весит. Отлично. О, смотрите, можно криншоты смотреть. Прямо в игре. Классно. Модхаб тоже трохи покрасивше стал выглядеть. Подключаем тогда эту тюкалку. И возвращаемся обратно к нашему трактору. Давай, дружище, во-первых, тебя мы отцепим. Сначала выгрузим вот этот тюк. Отгоним тебя в сторонку. И в аренду надо взять другую тюкалку. Вот что мне нравится в новом магазине, так это то, что моды все выделены отдельно. Да, старый добрый тюковщик из 19-й фермы. Он был прекрасен. Надеюсь, он также работает здесь. Что, погнали, посмотрим, работает он как раньше или нет. Но судя по тому, что здесь два бункера, скорее всего, должен работать точно так же, как и раньше. Да, только начинает он захлебываться. Но зато не надо будет кнопки нажимать, скорее всего, да? Надо будет его еще попробовать к косилке подключить. Может быть, он-то подключится к косилке и будет хорошо. Да, он будет сам отматывать. Не надо не останавливаться, ничего такого. Это прекрасно. В общем-то, друзья, тогда я вот это вот все дело тюкую. На это, боюсь, у меня уйдет очень много времени. Но что поделать. Не мы такие, жизнь такая. Ну и что, друзья? Вроде как все. С этим полем мы разобрались. И, пожалуй, погнали сразу соберем эти тюки все. Хотя сейчас меня больше интересует, сколько же это падло стоит нынче. Имеет ли смысл продавать силы сейчас? В январе, типа, самая высокая цена. Сейчас его по 313 евро можно сплавить. Я думал, что это нормальная цена. У меня нет никакого желания выжидать подороже. Ну ладно, это все равно попозже будем делать. Поехали, попробуем вот этим вот прицепом это пособирать. Вроде как должно все работать. Но это, правда, не точно. Охренушки. Только для поддонов эта штука работает. Черт. Не круто. А, тут еще ферментация 0%. Понятно, сезон и все дела. Я что-то забыл про это. Видимо, мы тогда эти тюки просто оставляем здесь. А потом я уже разберусь, как их проще отвезти. Есть, в принципе-то, прицеп с автоподбором. Это не проблема. Стандартный. Который был в Андерсон Паке в прошлом году. Точнее, в прошлой ферме. Вот этот. Он на 24 тюка с автоподбором. Все как надо. 24, в принципе, не так плохо. Ну ладно, тогда поеду косить вот эту вот полянку всю. И затюкую ее. А потом мы тогда с вами встретимся и будем думать, что делать дальше. О, эта тюкалка цепляется в косилки. Отлично. Значит, все я сделаю намного быстрее. Вот это уже прекрасненько. Только вот что-то не включается. У меня тюкалка. Когда я нажимаю включить устройство и выбран тюковщик, включается только косилка. А тюкалка не включается. Черт, ну как так? Тоже хорошо так начиналось. Ладно, видимо, в два захода придется делать. Ну ладно, вам-то какая разница? Значит, друзья, я все это дело дотюковал. Косилку и тюкалку сдал из аренды. И тюки у нас начали ферментироваться, насколько я понимаю, 1%. То есть, ну, наверное, сутки имеет смысл мотнуть. Не знаю, как долго я первый раз это делал. Поэтому не знаю, как долго это все дело у нас будет ферментироваться. Вообще, можно заглянуть в статистику и посмотреть, сколько здесь тюков. 178. Неплохо. Давайте тогда мотнем время. Доброе утречко. Погнали посмотрим, как там у нас ферментация. А, 39% это вот те, которые одни из последних были. Я вот здесь заканчивал 38%. Видимо, надо будет ждать еще сутки. Времени у нас уже трава. Да, вот первые тюки, которые я начал сделать, 41%. Понятно. Надо будет еще сутки мотать. Раз такая пьянка, давайте посмотрим, что у нас по заводам и что у нас по ценам. Мука у нас прям копится. На нашем заводе. На пекарне она забита. Хлеб производится прям очень медленно. Понятно. Ладно, сутки можно еще мотнуть. Посмотреть, что у нас по тюкам. Декабрь. Да. С дынь 91%. Это 90%. Но последнее, которое мы делали, 88%. Ну, там 3% разница. Из-за времени. Понятно. Да, кстати, на салат я что-то забил. Теплицами не занимаюсь. 174 кума нормально. Тут все нормально. Ну и по заводам тоже потихонечку что-то делается. Хранилище муки уже забито. Даже овес не весь переработался. Это прям очень медленно делается наш хлебушек. Такими темпами не успеет весь овес переработать, который мы собрали в хлеб за сезон. Мы нихрена не заработаем. Цена на силах, кстати, сейчас вроде как должна быть самая... А, в январе самая. Давайте тогда январь еще мотнем тоже. Блин, а сейчас проценты по кредиту капают. Ладно. Это все не важно. Январь. Так, день уже пошел на вырост. Петлеет раньше. Ну и это все должно было заферментироваться. Да? Да. На самом деле тут опять трава выросла. Ее опять можно покосить. Правда, это не самая большая трава, которую можно себе представить. Но все равно. Силос, в общем-то, есть. Три с половиной куба каждый тюк. 178 тюков. Это много. Ценник прямо сейчас падает по 368 евро. На заводах, я так понимаю, у нас все довольно грустно. Это как-то он прям очень медленно работает. Я такого подставы вообще не ожидал. Восемь поддонов с хлебом у нас здесь есть. А, и еще он начал собираться на этом самом, на складе. Отлично. Вот на складе места прям совсем мало. Надо будет эти поддоны двигать. Судя по всему. Ну, не проблема. Мы сильные, поэтому можем вот так вот взять и пододвинуть. Я зря, наверное, сделал. Ну ладно. И еще два поддончика у нас появилось. Сразу все вот это дело поубирать отсюда. Да, на большой скорости этого делать не стоит. Тупо поддоны таскать. О, вроде бы все, с триггера убрали, все нормально. Муки осталось еще прям до хренища, плюс осталось еще до хренища муки на зерновой мельнице. Медленное производство, вообще нет смысла этим заниматься. Ну ладно, пускай работает, друзья. Значится. Что я вам хочу предложить? Я вам предлагаю в следующей серии замутить финал этого прохождения. И в следующей серии продать весь наш силос, во-первых, который мы насобирали. Плюс продать, мотнуть, короче, время, продать все вот это вот муку. И продать весь салат. Продать всю технику, все поля. И сколько денег у нас, короче, будет переехать на другую карту вот с тем бюджетом, который у нас есть. Сразу же там купить нормальную технику и замутить прохождение на другой карте. Потому что, по сути дела, мы здесь уже все посмотрели, как работает. Поэтому я очень хочу, чтобы вы написали в комментариях об этом. И можете даже карту предложить. Потому что я, честно говоря, не сильно силен в этом вопросе. Куда таки можно переехать? Поэтому вот, комментарии, ваше все. Вот как напишите, так и будет. У меня мысль сейчас такая. Эта карта немножко поднадоела, что ли? Или же мы продаем здесь вот этот вот весь урожай. Обновляем технику и продолжаем на этой карте. То же, если вам хочется здесь остаться, то пишите здесь остаться. Потому что, потому что вот. Плюс, друзья, камни, сезоны, сорняки. Это все дело мы отключаем нахрен. Это прям точно. Потому что, ну, интересно. Мы отыграли 6 лет. Я потратил... Мы тупо мотаем время все время. Это не круто. Хотя без сезонов тоже время не мотать. Вроде как придется много. Но там можно будет в контрактики поиграться в какие-нибудь. Что-нибудь, короче, можно будет поделать. Короче, вот, да, лайкусики и комментарии. Надеюсь, что я сейчас... Это не временная акция, что я вернулся. Надеюсь, времени станет в ближайшее время побольше. И можно будет записывать вам ролики, да. Всем, в общем-то, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. И всем пока-ки. Субтитры подогнал «Симон»!